Всем привет! Сегодня новый эксперимент. Хотел сделать яблочный джем, но получилось очень вкусное яблочное пюре. Опять же в сети нашел рецепт. Делают, говорят, вообще все желируется, все круто. Так что не парьтесь по поводу там написанного на упаковке. Но нифига. В общем смотрим. Яблоки хорошенько моем, удаляем сердцевины и режем на небольшие дольки, чтобы потом удобнее было перемалывать блендером. Я режу вот такой вот яблоко резкой. Такие дольки получаются. Самое то, сердцевину удаляем, а это все складываем в емкость, где будет все это заделываться. Нарезанных долек без сердцевин получилось 4 килограмма. И чтобы облегчить работу блендеру, я перекрутил все это на мясорубке. Добавляем сахар. Для начала добавлю 2 килограмма. Из расчета на 1 килограмм яблок 500 грамм сахара. А дальше посмотрим. Немного перемешаем. Ну и добавляем сюда. Пектин. Пектин идет по-моему 10 грамм на килограмм яблок. Но у нас вот такая смесь. 20 грамм идет на килограмм яблок, ягод. У нас здесь 4 килограмма. Так что нам нужно 4 пакетика. Еще раз все перемешиваем. И хорошенько всю эту массу взбиваем блендером. Очень тщательно, чтобы весь сахар разошелся. Иначе, говорят, комочки сахара так и останутся, если он не растворится. Не знаю, верить этому или нет. Делаю в первый раз. Да и вообще, варенье никогда не делал джем тоже. Если бы не автоклав, так и не стал бы его делать. Ну вот такая вот пюрешка у нас получилась. Конечно, кому нужен прям джем-джем, это нужно убирать кожуру. Я не стал. Ну, во-первых, мне вкуснее с кожурой. Во-вторых, это полезнее. Больше витаминов. Ну и раскладываем все это по банкам. Получилось 10,5 банок. Хотел половинку сначала не делать. Так съесть. Вкусная пюрешка такая получилась. Но все-таки решил закатать, чтобы открыть ее на дегустацию. Дабы не открывать целую банку. Некоторые выдерживают 100 градусов 10 минут. Некоторые доводят до 100 градусов и выключают. Ну, я буду делать 110 градусов 15 минут. Мне нужно, чтобы этот продукт долго хранился. Ну все, закатываем крышками. Крышки предварительно заливаем кипятком. Секунд на 30 минимум. Чтобы уплотнительное кольцо плотнее прилегло к горловине банки. Ну и всякая грязь с крышек, чтобы ушла, которая поналипла там при производстве. Банки закатываем кипятком. Загружаем в кассету. И в атаку. И в атаку. И в атаку. Заливаем в автоклав воду сантиметра 4-5, не доходя до края горловины. Закрываем крышку и ставим на огонь. Разгоняем температуру до 110 градусов. Выдерживаем 15 минут. И отключаем нагрев. Оставляем автоклав остывать до комнатной температуры. Ну или хотя бы до 30-40 градусов. Достали наш джем или пюре яблочное из автоклава. Вот эту половину банки сейчас откроем и попробуем. И так вкусно пахнет. Чудо конечно не произошло. Все это не зажелировалось. И я знаю почему. Как обычно все читаем после того, когда уже все сделали. Вот этот вот загуститель, который я добавлял. Пектин там. Ну он с пектином. И вообще сам пектин. Его нужно варить не более 3 минут при 100 градусах. А у меня 110 градусов 15 минут. Понятно, что от его свойств там ничего не осталось. Так что скорее всего его можно было вообще не добавлять. В моем случае. Поэтому и делают 100 градусов. Доводят и выключают. Но опять же я это не сам придумал. Взял рецепт с интернета и говорят, что типа все густеет. Все там прям желе. И ничего 110 градусов не помеха. Ну решил попробовать. Ну не попробуешь не узнаешь. Нет, это вкусно. Но просто можно было не добавлять этот микс. Вкусное такое повидло. Непритерное. Ну сладкое. Сладко-кислое. С булочками, с чайком зашибись. Хотя я чай пью только на реке, на природе. Значит буду с собой брать. С сахаром тоже там. Можно добавлять меньше. Можно больше. Кому как нравится. Ну вот это количество меня в принципе устраивает. Опять же зависит от кислоты яблок. В следующий раз буду знать. Получилось неплохо. Съедобно. Мне хотелось именно проверить. Ну как это будет? Желе из этого или нет? Нет, нифига не будет. Температуру надо выдерживать. Другую и время другое. Учимся на своих ошибках. Я тут подумал, что если на этом закончить видео, и рецепт, и эксперимент будут как бы не завершены. Поэтому сделал еще три баночки яблок. Здесь килограмм яблок, 500 грамм сахара и одна пачка вот этого вот пектина. Сразу все вместе с сахаром взбил. Потом добавил пектин. Еще раз блендером это все. Мясорубку не использовал. Закладываем в кассету и в автоклав. Доводим до 100 градусов и отключаем. Посмотрим, что из этого получится. Три баночки яблочного, не получившегося джема. Я так понимаю, что чудо не произошло. Вот это вообще стояло, наверное, часа два в холодильнике. И нифига. Да нет, одинаковые. Что 110 градусов, 15 минут. Что до 100 градусов довел, выключил сразу. И тем более не дал я сильно даже там остывать. Он до 80 градусов остыл. Я потихонечку спустил давление. Вытащил кассету и дал остыть уже так в кассете. Просто без воды быстро. Ну вот что в холодильнике стояло, что на столе. Одинаково. Откроем, посмотрим. Такое же очень вкусное яблочное пюре. Пюре. Вкусно, но не джем. Ничего не загустел. Так что если в следующий раз буду делать, буду делать без этого загустителя. Думаю, без него получится то же самое. Всем приятного аппетита, всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok